Я доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой реабилитационной и спортивной медицины Донецкого национального медицинского университета, который нынче базируется в Краматорске. Наша кафедра находится на базе Славкурорта. Это один из шести курортов на Украине, который имеет статус курортной зоны. Локализованы мы в санатории Славянском. Санаторий Славянский это уникальный санаторий, потому что на Украине было два санатория, которые занимались спинальными больными. Это Бурденко и Славянский, который занимался спинальными больными. Санаторий Славянский располагает больниологическими водами, больнотерапией, грязи уникальные. В 1907 году, почти 100 лет назад, в Брюсселе на конференции грязи были признаны лучшими в Европе. Соленым озером, где оборудованы подвесными устройствами, которые опускают в озеро спинальных больных, то, что мы называем сейчас обеспечение пандусами и все остальное для спинальных больных. Поэтому это уникальный санаторий, который единственный, все оборудовано, все сделано для спинальных больных. Это в плане располагает психологической поддержкой, психотерапия проводится, дыхательная гимнастика, зал ЛФК, который оборудован для спинальных больных с их тренажерами, проводится скандинавская ходьба и другие методы физической реабилитации. Радоновые ванны, бассейны, в котором гидрокинезотерапия, столовая оборудована полностью по шведскому столу, шведский и все прочее. Территория оборудована вот этими всеми устройствами, где позволяет спинальным больным передвигаться, тренироваться и все эти подобные. Это уникальный санаторий, которому в 1927 году будет 200 лет. А все начиналось с того, что лекарь со славного города Чугуева, Яковлев, с группой раненых бойцов, приехал в санаторий, расположился на северо-западном стороне озера Репное, разбил палатки и начал то, что называется, медицинский туризм сейчас называется. Но это все было 200 лет назад, когда он туда привез раненых бойцов и начал проводить реабилитацию. Были годы взлета, годы падения, там была и реабилитационная база травматологов института СИТЭНКО, который потом переехал в Харьковину, там была и их реабилитационная база начиналась, и часть этой реабилитации. Нынче санаторий, работающий, предоставляет услуги на самом высоком уровне, касающиеся спинальных больных. Поэтому вот я хочу остановиться на тех моментах, которые очень важны. Важны вопросы то, что называется реабилитационной индивидуальной программы. Индивидуальная программа, она включает в себя питание, водный режим, фармакологическую интервенцию, она включает физиотерапию, она включает рефлексотерапию, она включает МФК, или сейчас называется это физическая реабилитация, она включает банье, ловлю, она включает самокологическую поддержку, она включает вопросы курортного плана, это оборудованное озеро Репное, в котором есть и пирсы, есть устройство для того, чтобы больные спинальные опускались в это озеро. Озеро уникальное, оно соленое. Озеро, потому что источники соленые, и это что-то аналог того второго курорта, который был на сейчас временно недоступен, это Евпатория, Санферий, Грунзенка. Ну, а у нас есть то, чем мы можем гордиться, что у нас, в общем-то, заложено, уже отработано веками, это вопросы реабилитации спинальных больных. На сегодняшний день это очень актуальный вопрос, потому что новые специальности возникают, новые возникают подходы к этому. Да, чем мы грешили? Некоторые социальные недостаточности у этих больных, потому что не было оборудовано этих подъемников, не было пандусов, не только на санатории, в санатории это все было, но и в городах. Сейчас этим должны заниматься то, что называется эрготерапия, физические реабилитологи. Это надежда на то, что они повысят, как показывали в этих докладах, социальную часть вот этой реабилитации.